Свадьба наследника престола – важное событие в любой монархии мира. В последний раз в Иордане она проходила ровно 30 лет назад, и то тогда Абдалла ибн Хусейн и ранее не значились наследной парой страны. Но со временем все поменялось. Теперь принц Хусейн и его невеста, с этого дня получившая титул ее королевское высочество, принцесса Раджива Аль-Хусейн, официально наследная пара, поэтому торжества по всей стране масштабные, а гости слетелись со всего мира. После исламской церемонии заключения брака Кадб Аль-Китаб и подписания соглашения новобрачные отправились в свадебном кортеже по всему городу к резиденции королевского двора, где состоялась вторая часть торжества – концерт, разрезание огромного торта и, конечно, прием с торжественным ужином, на котором присутствовало более 1700 человек. Но главное, дресс-код подразумевал тиары, а значит, гости сменили два наряда за вечер. Давайте их и рассмотрим. Начнем, конечно, с невесты и будущей королевы консорта. Раджива выбрала платье от ливанского дизайнера Эль Саап. Это кастомизированный вариант, и другого такого мы, конечно, не увидим. Лишь попытки вдохновения. Лаконичное платье и колонну дополнял длинный шлейф, украшенный вышитыми розами, а асимметричный вырез декольте напоминал одно из платьев королевы ранее. Образ дополнили роскошная фата, совершенно новая тиара и серьги, все бриллиантовое, сделанное на заказ французским ювелирным домом Фред. Интересная деталь тиары – фраза на арабском языке «Надежда на Бога». Балетки пока не идентифицировали, но они, безусловно, привлекли внимание. Образ как будто не завершен. На поверхности две предполагаемые причины такого выбора. Первая – это ступеньки. Их было много, и они мраморные, а значит, скользкие. Было заметно, как невеста нервничала, когда осторожно по ним спускалась. Вторая, может быть, и надуманная, но все же Раджива не хотела быть выше мужа. Здесь нужно брать точно пример справящей королевской четы. Какая королевская свадьба без хотя бы второго платья? Здесь выбор был сделан в пользу белого пышного платья с объемными цветами от Дольче Габбана Альта Мода. После первого лаконичного платья выбор смелый, если не сказать неудачный. А еще он как-то перекликается с образом Рианы на недавнем Мэтгала, добавляя хаоса в консервативный стиль свадьбы. Мать-жениха, королева Ранья, была в черном платье с золотой вышивкой от Кристиан Диор из кутюрной коллекции. И да, черный на свадьбе – вполне нормальная практика в арабских странах. Озадачивает лишь то, что на свадьбе своей дочери месяцем ранее королева Ранья надела тоже платье от Диор, только в пыльно-розовом цвете. На торжественный прием, который она и возглавляла, Ранья уже надела роскошное платье от Эль Саб, добавив в свою любимую тиару арабский свиток. Вообще, все женщины королевской семьи Иордании не скромничали. Принцесса Иман выбрала нюдовое платье с корсетом от Аши Студио, после надела немного измененное кутюрное платье от Жамбатиста Валли и свою свадебную тиару. Ее сестра, принцесса Сальма, сначала надела потрясающее голубое платье от Стелла Маккартни, после было паеточное платье темно-коричневого цвета. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбрала ливанский бренд Эль Саб, очень популярный этим вечером. Пудровое платье коллекции 2017 года она надела впервые. На приеме она выбрала наряд одного из своих любимых британских дизайнеров Дженни Пэкхэм. Точно такое же платье она носила в Туре по Пакистану, только в изумрудном цвете. А вот бледно-розовый вариант этого же платья выбирала и крон принцесса Мэри. Немного странный выбор, зная, что Мэри тоже будет на приеме и сравнений будет не избежать. Дополнила образ уже знакомая всем тиара, узелки любви и платиновые сережки Гревел с бриллиантами. Сама Мэри сначала выбрала британский бренд RDM, после надела платье датского дизайнера Йеспер Хёрвинга, к которому добавила вышитую накидку. Платье было переделано аж целых два раза. Вот это апсайклинг. На голове была античная рубиновая и бриллиантовая тиара. Крон принцесса Швеции Виктория выбрала шведский бренд By Malina. На приеме у нее было малиновое платье с мини-кейпом от бренда любимого королевскими особами София. Нельзя не заметить, что это идентичная копия платья Мэган Маркл, только в другом цвете. На ней была тиара «Лавровый венок» от Бушерон. Похожий наряд выбрала и бельгийская принцесса Элизабет для своего первого выхода. Шелковое платье с кейпом цвета фуксия представлено бельгийским брендом. Эссансия Ландверпен. Вечером она сменила наряд на Армани Прайв в ярко-синем. Королева Нидерландов Максима присутствовала на церемонии бракосочеталия в итальянском бренде Луиза Беккария. На вечернем приеме к ней присоединилась дочь принцесса Амалия Катарина в красном платье Янта Миньяу и в рубиновой тиаре королевы Вильгельмины. Жена шейха Катара Мозебент Нассер появилась в архивном кутюрном платье пальто Валентина. Сменив его на вечернем ужине на салатовое платье с накидкой. Пока ширились слухи о том, что принцесса Евгения рожает, ее сестра принцесса Беатрис прибыла на свадьбу в платье от Нидел Энс Ред. После надела вечерний наряд от Рима Кра и свадебную тиару своей матери, созданную Гарард и подаренную лично Саре Керцогей Нью-Йоркской. Ну вот они, самые яркие луки на королевской свадьбе в Иордании. Делитесь своим мнением в комментариях, какой лук вам понравился больше всего и что думаете о платьях невесты. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok